Наша семья вообще оказалась связана с обыдненной войной, когда мама поселилась на Зудовском бульваре. Ну и, наверное, обыденный был один из ближайших храмов или во всем таких ближайших значимых храмов. Там, конечно, хамовники были, действующие еще. И мама стала ходить в обыденной войны, и потом, когда папа вернулся с войны, то он тоже стал прихожанином храма и обыденного. При 60-х годах и 70-х годах, в 80-х годах это было меньше, но вот в 70-х годах четко совершенно было. Этот вопрос, чтобы быть незамеченным, он стоял. Более того, мы же не ходили в храмы, в ближайшие храмы, где мы жили. Но первое время мы жили на Динамо и на Сокол не ходили, потому что большая часть бабушек ходили в храм на Сокол. И, соответственно, когда мы стали жить на речном вокзале, в Оксинино, храм, который около метро находится, мы тоже не ходили, потому что бабушки туда все ходили. То есть мы ездили специально, если не в обыденной, то в какой-то другой храм в городе, как это у нас звучало, чтобы как бы быть меньше замеченным. Ситуации, если говорить по вот внутри обыденного, они были разными. Когда-то мы относительно спокойно там общались со своими друзьями, прихожанами храма или знакомыми, которые туда ходят. Но были периоды, когда родители просто нас предупреждали о том, что вы идете в храм, учите, там вот будут татуновы, только глазами с ними поздороваться. И больше ничего. Вот такое было. И, соответственно, каких-то там больших обнимашек, еще что-то такое, как у нас сейчас это принято, в храм прийти всех там, облобызать, поздороваться. Такого, конечно, старались не показывать, что там было. Ну, в 80-х годах, конечно, это было уже гораздо проще и спокойнее. Мне трудно, мне трудно сказать, с чем это было связано. Вот почему родители в какой-то момент, я все-таки был ребенком, пускай там подростком, но мне трудно было вот так вот определить. Но это четко, я помню, какие-то были такие моменты, видимо, там родители чувствовали, что какой-то там возникает напряг и предупреждали, что, ребята, давайте вот в храм идете, вот потом идете, можно там у метро встретиться со знакомыми и там с ними пообщаться. Но в храме нет. Надо сказать, что если вспоминать отца Александра, то он, может быть, два или там три года летом на какое-то время приезжал на дачу к Тутунову. И как раз объяснял тем, почему он как бы так выбирает. Но с одной стороны, действительно, тетя Катя Екатерина Викторовна была таким близкой, очень духовной дочерью его, дядя Сережа, он был совершенно такой своеобразный человек, в общем-то, можно сказать, невоцерковленным, хотя, естественно, в глубине был верующим человеком, но очень с большим уважением относился к духовенству, понимая, какой они несут подвиг, какой они несут крест. Поэтому вот он приглашал отца Александра, и отец Александр откликался на это, в том числе объясняя тем, что там кто-то его зовет из прихожан. Но он не сможет там отдохнуть, потому что с утра до вечера будут разговоры на церковные какие-то религиозные, духовные темы. А ему хочется немножко отдохнуть. И вот он предпочитал поехать к Тутунову на тучу, где? Его не донимали. Постоянными разговорами на какие-то святые темы. Но надо отдать должное, что вот кто-то из знакомых дяди Сережи в какой-то момент ему задал вопрос, а зачем ты приглашаешь к себе на дачу папа? Зачем он тебе нужен? Причем зная, что дядя Сережа, в общем, человек такой, очень с вообразным взглядом на жизнь, совсем не поцерковленный человек, в общем-то. И он, дядя Сережа, я сейчас точно не смогу сформулировать это, но смысл был такой, что я приглашаю он не папа, а человека, который очень уважаемый и который очень многие хотят оскорбить и обидеть. А ведь это было. Отец Александр рассказывал, когда он жил около Красного Богатыря, на Красносельской, не на Красносельской, а на Преображенке. Он жил недалеко от Преображенской площади, ведь тогда еще там частный сектор был, сейчас там уже все застроено огромными домами. И там был сосед, который при встрече с отцом Александром на улице, пройдя мимо него, потом оборачивался, ему в спину плевал. Я сам был посвидетелем, как однажды отец Александр давал крест в правом пределе, к нему подошел какой-то там мужик, что-то его спросил, и потом просто его наотмышь ударил в лицо. Такой хорошо колобок. То есть это реальность была в жизни. И помню, опять же, я был маленьким, меня не взяли на крестный ход, но это, видимо, где-то первая половина 60-х годов. И мы приехали с мамой на позднюю службу, на пасхальную службу позднюю, и на храме были следы от камней, которые бросали в крестный ход. Все это было. И если говорить, опять же, о пасхальных, более поздних, конец 60-х, 70-х годов, когда мы ходили, когда я уже ходил на эти крестные ходы, то в храм надо было пройти намного раньше, чем служба начиналась, не позже 9 часов, потому что иначе там были кордоны, и не пропускали, даже был инцидент, мы там рано пришли, были в алтаре, отец Александра приходит возбужденный, что вот его сына, старшего, Колю, не хотели пропускать. И он там буквально, там вот, его вырывало из рук этих самых дружинников, недружинников, кто там был, чтобы его провести в храм, на службу. Все это было. Реальностью. Но, тем не менее, понимали, что это того стоит, чтобы этого было. Я же был не один, и мои, так сказать, братья старшие, сестра были студентами светских, и, так сказать, большая часть, ну, старших друзей, они были тоже учащимися всяких там вузов, и ходили в обыденный, то есть ничего там особо не изменилось, нет. Ну, во всем случае, нас это не коснулось. Да, ну, понятно, что задавались вопросы, почему мы не вступаем в комсомол. Ну, на разных этапах это решалось по-разному. На разных этапах это решалось по-разному. Ну, в школе, там, с начальника, где объяснялось, что вот я не могу вступить в комсомол не могу заниматься активной общественной деятельностью, потому что я помогаю папе. Ну, я действительно, папа помогал в библиографии, когда я диссертацию писал, докторскую. Поэтому вот я подожду. Потом я после 8 класса сменил школу. Именно основная причина была, это мы все, мы так, я и Сергей кончил эту школу, а остальные все мы расходились из этой школы, ближайшей школы, где мы учились. Именно по этой причине, чтобы не показывать, что мы синие комсомольцы. Там в 9-10 классе тоже там какую-то лапшу удалось вешать, что вы меня сначала не знаете, а потом еще что-то такое, в общем, проскочили. А в университете со мной так, уже произошел такой случай. Ну, мам нас приучила всегда читать Акафист, перед экзаменом, Акафист преподобную Сергию Адмирскому. И, в общем-то, я неукосительно это соблюдал. Ну, я не был отличником, но, в общем, 4-5 у меня благополучно бывали, хотя там один раз меня сыгнали на выгнали. Как раз по той самой специальности, по которой я потом стал заниматься. Так бывает. Не только у меня, у папы то же самое так было. Так что повторил опыт родителя. И на втором курсе был экзамен по физике, который пришелся на память преподобную Серафиму. Я решил, ну, как так? Память преподобную Серафиму, я сейчас буду читать про Родон Серье, как-то прочитал. Серафима пришел, ну, как будто отшибла. С трудом на тройку выйти. Был в полном недоумении, что как-то вообще так это все странно. Но, надо сказать, что какого-то ропа-то не было. Было действительно такое недоумение. Вот я не понимал вообще, что вообще не так. Все в порядке было, сделано все нормально. И тут такая вот история. А как раз на следующем семестре меня схватили за горло, что давай поступаю в комсомол, потому что решили сделать меня старстой группой. А я, единственное, комсомолец на курсе. Как так? Я от них пытаюсь отвертеться, открутиться, никак не получается. А потом, я же троечник. Я им говорю, да я же троечник, я не достоин. Что троечника в комсомол принимать? Как так может быть? Они говорят, с личи вылуплено, что ты полный идиот, что ли полный? Я говорю, ну какой есть? И они от меня отстали. Я пошел к отцу Александру. В этот момент я понял, зачем мне нужна была эта тройка. Я пошел к отцу Александру. Я говорю, батюшка, вот такая вот история у меня произошла. Вот чудесная. Чудо преподумал Серафима от Ройки. Благосоветим, я в Дивеево съезжу. Он говорит, поезжай. Ну только вот возьми с собой Ворову Васильевну. Это вот внучка Владыки Серафима. Она у нас там вот за ящиком, свечки торгует. Она вообще там известный человек и так далее. Она вот никогда не была в Дивеево. Хочешь съесть, а не знает с кем. И как тут съесть? Это был, значит, это был второй курс, соответственно, значит, 76-77 год. Это был 77 год. И я подошел к Ворову Васильеву, сказал, так и так вот батюшка меня благословил, он говорит, да, если можно, давайте мы с вами поедем. И вот мы на майские праздники в 77 году с матушкой поехали в Дивеево. Это была удивительная поездка. Ну, тогда она еще не матушка была, она была в Ворову Васильевна. Мы ехали просто так на деревне дедушки. Единственное, что таким путеводителем, который у нас там был, вот когда я готовился к этой поездке, путеводителем был письмо отца Владимира Смирнова, также обыденского батюшки, своему духовному отцу, отцу Иоанну Потапову. Отчет о его поездке где-то в начале 60-х годов он ездил, известное письмо, замечательное, которое я знал даже с детства, это письмо. Вот я почитал это письмо и вот такой путеводитель. Приехали мы в Диевеево, где-то на лесной улице, где-то там то ли 20-й дом, то ли 22-й дом, где-то должны жить монахи. И вот мы туда пошли. Пришли, нас привели к маточке Фросе. Равора сильно сказала, что она внучка Владики Серафима. Маточка очень остороженно отнеслась к этому. Мы так стояли в этом домике, а я почти в потолок упирался головой. У дверей мы стояли, маточка сидела у окна около иконы преподобного Серафима и спрашивала у Равора Васильевна, а кто вот, вот вы внучка, как вашу маму, как вашу тетю звали, как еще чего-то. Она знала все это окружение, она боялась, что кто-то самозванец приехал, и она испытывала. И скажем, положительным ответом Варора Васильевна матушка менялась. Вот им было сказано, проходите, садитесь, давайте чай пить. И так придумала. Мы тогда застали еще блаженную Анну. Она буквально там через неделю после нашего посещения скончалась. Она тоже была замечательная поездка, но это совсем другая история. Атмосфера была же там какая. Мы вот приехали, нас посидели там соседние, через дом, через дом, где вот матушка Фрося жила. Я сейчас должен умираться, не помню, кажется, она жила в 22-м, а там то ли, или она жила в 18-м доме, а был 22-й дом, где как раз мы остановились, там тоже в монахине жили, мать Мария такая там жила тогда. И нам было сказано сейчас обстановка такая вот напряженная, что мы вас не можем отвезти в монастырь и показать, где канавка, и вообще не можем вас сопровождать, потому что за нами следят. Вы завтра утром рано вставайте, часов в пять идите в монастырь, там посмотрите храмы, и пойдете по канавке. А как найти канавку? Ну там вот ходит бабушка такая, вот вы к ней подойдете, она вам покажет. В шестом часу утра, мы там в пять встали, там что-то там кажется, нас-то кажется даже там каким-то завтраком небольшим покормили, то есть часов в шесть мы там пришли в монастырь, прошлись по монастырю, пошли в ту часть восточную, где канавка, и действительно там вот какая-то бабушка ходит. Мы к ней подошли, подходим вот так и так вот, а где тут канавка? Да вот, пойдемте, я вам сейчас покажу канавку. И ведет нас к канавке, а по дороге она рассказывает, ну там спросила, откуда вы, Варвара сильно не стеснялась, сказала, что она внучка владыки Серафима, а она говорит, а это бабушка говорит, да вот я вот родилась в год прославления преподобного Серафима, и мама моя, когда царь приезжал сюда, мама моя меня принесла в курке, стояла в первом ряду, вот когда царь приходил, и когда царь мимо проходил, он моей маме дал крест мне серебряный, и так вот достает так вот на веревочке серебряный, вот такой вот крест царский. мы потом там и в цыгановку съездили, потому, да, потому что чудесным образом нашли этот источник, там сказали, что мы не найдем, но уже какая-то раба Божия оказалась в этой цыгановке, которая нам указала путь к этому источнику, это сейчас там на автобусах подъезжает, тогда все было не так, и в саде съездили даже к источнику, там все это обошли, это было замечательно, совершенно поездки, но к сожалению, вот я не дерзнул к матушке Анне подойти к Блаженной Анне, там днем мы немножко отдохнули, и матушка Фроси сказала, что вы там, ну вы приехали после этой поездки в цыгановку, приехали, нас там покормили, и матушка сказала, сказала, что вот отдохнете после поездки немножко, а потом придете, мы там вечером с вами поговорим, чай попьем, и у меня была такая мысль, я так, ну там немножко приезжал, матушка заснула, матушка Серафима будущая, Варвара Сильна, я встал и думал, пойти к Аннушке поговорить, а она так, там заваринка такая была, у нее там скамейчик такая была, она там сидела днем, и кто, ну кто там приезжал, иногда к ней там подходил беседа, потом думаю, а что я пойму, у меня никаких-то вопросов вроде бы нету, я, ну чтобы так задавать, а тебе, а тебе о чем-то разговаривать, ну что разговаривать, ну потом мы вечером приходим, а у нее была очень маха аддикция, и она так, и вот, чтобы понимать, было просто таким вот, очень сложно, и она что-то мне говорит, мы пришли вот в дом, батушки, она что-то, блаженная мне что-то говорит, я говорю, я не понимаю, а мне, значит, окружающие говорят, она спрашивает, а что ты не пришел-то? Через неделю она ко Господу нашла, так что я больше не пришел, а ехали замечательно, ехали на поезде до, соответственно, Арзамаса, там подождали какое-то время автобуса, это было 1 мая 1977 года, автобус такой кривой был, вонючий, мы на него сели, поехали по Арзамасским улицам, а поскольку в центре, там на центральной площади предполагалась демонстрация, то, соответственно, автобус пошел по каким-то объездным улочкам, полностью совершенно разбитым, караул просто какой-то, где-то пока на какой-то такой разбитой улочке мы встретили ГАЗ-51, на котором транспаранты были, что там день, международный день трудящихся, вот он ехал на эту демонстрацию, которая там предполагалась, а потом все-таки потому что к мосту туда спуститься можно с центральной площади, только все равно нам вывезли туда, и вот после этих разбитых совершенно улиц Арзамасских, на которых этот автобус трещал, пищал, я уж не знаю как, и этого совершенно какой-то смешного, этого ГАЗ-51 с этим выпиской о том, что вот сейчас с этим плакатом, что международный день трудящихся, мы выезжаем на эту площадь, на которой стоят два огромных собора, я вот думаю, господи, что же ты был за горд такой, ну вот мы потом поехали, вот доехали до Дивеева, пошлись, естественно, вышли с автобуса, прошлись мы по монастырю, так вот первые прошлись, а потом пошли вот искать матушек, да, потом история продолжалась, и так оказалось, что наши деды были расстреляны в Бутове, в одном месте и вместе погребены, хотя, естественно, в разных рвах, потому что в разные даты это произошло, и поэтому мы потом вместе с матушкой Серафимой трудились здесь по строительству деревянного храма и по работам благоустройства, сохранения этого святого места, тогда еще о каменном храме никто не думал, и вот когда был прославлен в 98-м году был прославлен владыка Серафим в реке святых, то матушка написала для себя икону, и она сделала копии, фотографические копии этой иконы, одну из этих копий она подарила нам в храм, вот эта вот икона, ну, и тогда она была у нас в деревянном храме, и в день первого, в к первой годовщине памяти уже прославлен в реке святых владыки Серафима эта икона у нас стала мироточить. Матушка очень переживала, что вот та икона, которая у нее есть, настоящая икона, она у нее не мироточит, а вот наша икона просто фотографии наклеена на ДСП, она мироточит. И вот потом, когда здесь в этом был построен этот деревянный храм в середине уже 2000-х годов, и предел, в котором мы находимся, был освящен в честь владыки Серафима, и мы перенесли этот образ сюда, но там тоже в деревянном храме естественно есть образ на том месте, где эта икона была, есть образ святителя, священномученика Серафима. и здесь вот в этой витрине, в этой витрине под образом святителя Серафима имеется икона владыки Илариона, который скончался в Петрограде в тюремной больнице в то время, когда владыка Серафим был ленинградским митрополитом. И митрополиту удалось договориться о том, что тело владыки Илариона будет передано церкви для христианского погребения. И владыка Серафим отдал для того, чтобы погрести владыку Илариона свое облачение. И когда уже в наше время были обретены мощи владыки Илариона, облачение было также обретено. Большая часть сейчас находится в Новодевичьем монастыре в Питере, где и был на кладбище этого монастыря и был похоронен владыка Иларион. И здесь же находится гроб. Часть гроба, в котором был погребен владыка Иларион. Иларион Но мне все-таки трудно об этом говорить, потому что я был так же мальчишки, подростки. Я только так сказать... Это сложно. Но, несомненно, да, мне трудно об этом говорить, я повторяю, потому что все-таки я только возрастал. Но, несомненно, конечно же, ну а почему тогда тот же Александр Исаевич пришел в обыденный на Пасху? Почему Сергей Сергеевич стал ходить в обыденный? И многие другие представители интеллигенции, хотя отец Всеволод, например, говорил постоянно в то время, говорил проповеди. В обыденном ничего подобного не было. Никто особо не проповедовал, там была какая-то совсем иная жизнь. Там была действительно такая богослужебная жизнь, и, конечно, там было то, что, видимо, обыденно наследовало от моросейки, там было исповедь и покаяние. Это вот как отец Сергей говорил, что ему покаянная семья, то вот это, видимо, вот это пришло с отцом Константином Сесвятским, дедушкой так называемой. Вот и за ним же ведь пришли российские в обыденный. А он, знаете, как он пришел? Что первое, что отец Константин? Он пришел и у него он был там лишен прихода, еще что-то такое еще. И он пришел и стал около подсвечника иверской иконы Божьей Матери, как старался сходишь, и просто свечники поправлял. Стоял, слевел за подсвечником. И за ним стали приходить моросейские. И таким образом моросейка оказалась на свечники поправила. Он душ такой смеет. Ну, я даже не уверен, что он вообще, мне кажется, что он даже не служил. Но вот он привел моросейку в обыденном. Ну да, он пришел, но, видимо, тоже он понимал какой-то дух, который был в обыденном, он ему был близок. Почему он пришел в обыденном, не знаю, там, ни какой-то другой храм, который, тогда все-таки какие-то храмы там действовали, он пришел в обыденном. И это оказалось как-то близко. Все-таки в обыденном никогда каких-то разговоров политических не было. Да, понятно, что отец Александр душ был монархистом, по большому счету. Егоров, Егоров, да, он всегда там уважал, но это никогда не выходило, вот, скажем, об этом никогда не говорилось в открытую. Да, была икона, державная икона Божьей Матери, которых в большинстве других храмов не было, но вокруг нее не создавалось какого-то ажиотажа. Вот она есть, есть, а вот мы прикладываемся, прикладываемся. И церковно-политических разговоров тоже? Не было, да. Оппозиционного? Нет, нет, нет. Причем все понимали, ну, скажем, вот ядро, оно понимало, что это нельзя делать, потому что мы можем потерять то, что мы имеем. Это вот вся эта политическая вещь, она вторична. А главное, это вот церковь и наша связь с Богом, которую мы получали в обыденном. А это вторично, поэтому вот из-за этой вторичности потерять первичность нельзя. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...